В преддверии замечательного праздника Дня России в Северном парке был проведен спортивно-творческий фестиваль, который собрал молодежные команды учебных заведений и сельских поселений. Подробности в нашем репортаже. Погода благоприятствовала участникам фестиваля, среди которых были и молодые ребята, и представители старшего поколения в лице серебряных волонтёров. Северный парк, который радовал глаз своей свежей зеленью, лучшее место для проведения такого интереснейшего мероприятия. Всех собравшихся поздравил с наступающим праздником Днём России начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольняков. С Днём России, дорогие друзья! Я желаю, чтобы в каждом доме вашем было мирно, было тепло, уютно и спокойно. Желаю, чтобы вы росли как личности, росли как граждане нашей страны, получали всё необходимое для того, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы вы стали успешными молодыми людьми. Ну и самое главное, чтобы здоровье, которое сегодня нужно беречь, нужно охранять, чтобы вы имели возможность его укреплять каждый день. Занимались на спортивных площадках, занимались в тренажёрных залах, участвовали в спортивных мероприятиях и в таких интересных мероприятиях, которые проводит молодёжка. На территории парка заработали многочисленные тематические станции. Прямо в цель, лабиринт, в единстве сила, вместе через препятствия, мой край, моя Россия, гига лыжи. Разумеется, никак нельзя было обойтись и без популярной военизированной эстафеты. Можем приехать на этот прекрасный фестиваль и поучаствовать в разных станциях, в эстафетах, где-то станцевать, где-то спеть, где-то проверить свои навыки на меткость, где-то на сплочённость команды. И честно хочу сказать, что спасибо большое нашему району за то, что организовали такой фестиваль. В рамках фестиваля прошла акция «Победили тогда, победим и сейчас», где каждый желающий смог попробовать плести маскировочную сеть, сделать окопную свечу, написать письмо-открытку с поздравлениями ко Дню России воинам специальной военной операции. «Моя команда очень рада принять участие в фестивале «Моя Россия». На данный момент мы проходим станцию «Мы вместе». Девочки учатся плести сеть, а мальчики пишут нашим дорогим солдатам письмо. У нас команда очень дружная, мы стараемся выступить очень достойно и занять первое место». Нужно было видеть, с какой радостью и с каким энтузиазмом боролись за лидерство участники фестиваля. После подведения итогов были названы самые лучшие. Это команды «ТЭМП» Славянского сельскохозяйственного техникума, ФСК «Славянск», отдела по работе с молодежью и энергичные и технологичные Славянского электротехнологического техникума. Завершился фестиваль общим флешмобом, встанем и развертыванием флага Российской Федерации. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».